добрый день уважаемые зрители сегодня мы будем говорить о вспышках коронавирусной инфекции беседовать мы будем с кандидатом медицинских наук доцетом кафедры инфекционных болезней иммунологии смайл ербал муслим чем ербал муслим здравствуйте ситуация сегодня очень непростая идет большой рост заболеваний можете же сказать что это вторая волна заболевания пик заболеваний ли нас еще что-то ждет впереди более сложные да действительно сейчас нашем городе в городе семьи регистрируется рост заболеваемости пациентов коронавирусной инфекции к сожалению вот после того как сняли условия карантина 11 мая наши граждане расслабились так будем говорить да и не стали выполнять вот те элементарные правила и требования которые являются вот безопасными для того чтобы не заразиться этой инфекцией стали собираться места скопления людей стали больше гулять стали ходить друг другу в гости так будем говорить да стали ближе контактировать с друг другом забыть стали забывать что надо одевать маску что нужно элементарные личные и ему соблюдать и к сожалению все это привело к тому что вот такой вот всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией я хочу сказать что когда первые случаи были у нас к вид 19 это было 28 марта это были всего два человека которые лежали на стационарном лечении потом с конца апреля до середины мая когда работала вот именно моя бригада там уже было 37 человек а на сегодняшний день больных с коронавирусной инфекцией в нашем стационаре два раза больше хочется сказать свидетельством тому что идет рост заболеваемости и эти больные нуждаются госпитализации это открытие второго отделения коронавирусной инфекции которые уже функционируют 10 дней и буквально вот через два дня понедельник открываться будет еще один корпус это будет отделение номер 3 коронавирусной инфекции которые находятся во дворе нашего университетского госпиталя то есть ситуация очень серьезная и поэтому мы должны еще раз об этом говорить и проводить вот эту вот разъяснительную объяснительную и санитарно-проститутную работу по профилактике коронавирусной инфекции и по недопущению заболевания потому что болеет не только так будем говорить взрослые люди или люди там сопутствующие заболеваниями и это и молодые и дети и лица среднего возраста ситуация очень серьезная вот к слову о стационарах карантина подскажите пожалуйста вы были одним из тех кто работал именно в красной зоне каково это работать там когда значит стал вопрос о том кто будет работать красной зоне конечно прежде всего это инфекционисты я по зову своего сердца потому что это мой профессиональный и гражданский долг я зашел работать в отделении коронавирусной инфекции и работа там требует от врача и тем более от инфекциониста первую очередь это четко выполнять собранным быть коммуникабельным быть и все свои вот которые есть способности как врача как человека он должен там себе проявить работа в красной зоне она совсем другая вот когда человек заходит вот зону вы знаете что этот стационар делится на чистую зону красную и на зеленую зону когда заходит туда врач медсестра и санитарка это три человека такая маленькая бригада из одной смены из 12 человек значит работали мы в красной зоне по 8 часов если сутки 24 часа то врач работает там 8 часов по 4 часа вот мое время было четырех утра до 8 утра потом я 8 часов отдыхаю потом со 16 и до 20 00 работа в красной зоне очень ответственная во первых как вам сказать скажу как есть нужно каждого больного сделать обход поговорить узнать его состояние провести все необходимые процедуры которые мы делаем и самое главное это тщательно и динамичное наблюдение за состоянием этих больных вот мы впервые столкнулись коронавирусная инфекция это такой вирус он новый вирус он не изученный вирус и вот реализация этой инфекции она может происходить на определенных этапах вот этого вот инфекционного заболевания работа ответственная мы работали слаженно в команде сейчас моим коллегам двойне сложнее потому что количество больных растет и бригаде уже есть врачей терапевты их врачи которые выполняют свою работу это инфекционисты и конечно это врачи реаниматологи вот к слову о вирусе когда вы были именно непосредственно в красной зоне с чем быть чаще всего сталкивались симптомные бессимптомные случаи тяжелые формы с чем приходилось работать да я хочу сказать что если в начале так будем говорить да это в конце марта потом апрель месяц до середины мая так будем говорить мы госпитализируем больных там бессимптомными легкими формами то сейчас вот связи последними нормативными документами 9 редакции клинического протокола вот бессимптомные легкие формы они лечат амбулаторно сейчас поступают больные которые средне тяжелые и тяжелые те больные у которых есть пневмония и так будем говорить моей такой практике когда мы там работали это конец апреля до 16 мая 18 дней работы в красной зоне это были больные конечно пневмонии это была тяжелая пневмония что нужно мы сейчас вот делаем большой анализ вот тех случаев заболевания и эта работа продолжается мы обязательно будем и продолжать этот анализ потому что это такой материал который мы должны весь отработать мы должны сделать выводы мы должны для себя знать как и что будет вот например работая в отделении кувида мы замечали что больной поступает как бы жалоб нету у него и все у него более менее относительно спокойно но у взрослых вот у взрослых такие есть критические дни это допустим 7 8 9 день когда резко повышается температура тела когда нарастает слабость и появляется кашель и даже одышка и вот дальше развивалась картина пневмонии у детей вот я взрослый инфекционист но он сами был врач большим стажем а опытность уважаемый доктор салвера ушанна коржубаева она вела детей детей вот у детей вот допустим ребенку шесть лет он поступает он очень активно он играет он прыгает бегает и потом на 3 четвертый день у него резко ухудшение состояния лихорадка слабость и вот такое вот состояние пневмония при коронавирусной инфекции она совершенно другая это двусторонняя принимать пневмония она поражает сразу идет охват вот поражение площади легких у больного будет кашель будет одышка и знаете вот когда вот утреннее время 4 до 8 когда я был кашель этот такой он сухой он такой пронзительный он такой малопродуктивный и человеку этот кашель приносит очень большой дискомфорт подходишь когда больного спрашиваешь что вас беспокоит как ваши тела больная говорит или больной что ночью не мог уснуть чтобы стеснение грудной клетки дискомфорт вот и что он не может найти такое положение удобное что не хватает воздуха а утром начинается вот такой вот приступ кашля инфекция очень коварная инфекция очень тяжелая как она будет протекать у каждого человека она протекает по-разному и мы должны помнить о том что она поражает не только легкие она поражает все органы и системы поэтому об этом нужно говорить а мы как будем сейчас вот анализ делать вот этого клинический вот этот весь анализ и мы уже знаем когда на какие дни что надо какие-то обследования анализы и тем более тактику лечения вот вы говорили что сейчас идет наполнение знаниями да используются уже девятый клинический протокол протоколы в подходах лечения вообще в понимании самой вот и сути коронавирусной инфекции поменялось что-то новое есть принципиально вот чего общество еще не знает о коронавирусной инфекции я хочу сказать что я сказал что как бы мы в первый раз столкнулись с этой болезнью да это раз во-вторых но сейчас вот начинаем сами видеть вот процессе вот работы да вот в этом отделении в этой зоне это особенности клинического течения этой инфекции да потом вопросы как бы патогенеза и лечение этой инфекции вот девятый протокол согласно девятому протоколу мы используем препараты конечно это противовирусные препараты и препараты которые применяются для лечения малярии сейчас вот еще один препарат который будет противовирусный мы уже будем тоже его использовать своей работе но надо сказать что эта терапия она комплексная хочется сказать что замечательно что у нас есть координационный штаб и работа это нашу работу инфекционистов там в очаге в красной зоне координирует вот этот штаб по коронавирусной инфекции это наши ученые это наши клиницисты это инфекционисты это пульмонологи это реаниматологи и это очень важно говоря о том что когда надо и мы обязательно советуемся потому что это новая инфекция новая болезнь вот все что нужно администрация инфекционной больницы города семей директор больницы зам главврача всегда обеспечение лекарственное обеспечение прежде всего диагностика аппаратура приборы рентген аппарат у нас стоит есть отдельный рентген кабинет электрокардиограмму там же делаем и там же описываем все анализы которые все островопалительные маркеры мы делаем компьютерную томографию и прямая связь у нас а посредством онлайн с этим штабом и в этом плане конечно это очень большая большая поддержка для нас для врачи которые работают в красной зоне ковида несмотря на то что ситуация действительно сложная тревожная все-таки хотелось бы завершить на оптимистичной ноте но чтобы вот это оптимистичные наши прогнозы сбылись что нужно делать обществу государству системе здравоохранения что важно соблюдать уважаемые земляки хочется сказать всем гражданам не только города семьи а всем граждан казахстана и вообще всем людям на планете земля что мы обязательно выйдем из этой пандемии мы обязательно ее победим для того чтобы выйти из нее нужно соблюдать вот все правила про которые мы говорим есть пример стран мире которые уже побороли эту инфекцию самое главное это соблюдать правила изоляции это первое несмотря на то что есть послабление не надо находиться опять-таки повторяюсь места скопления людей не надо собираться вы знаете менталитет нашего народа вот только ослабили карантин и все началось день рождения куда лок и там и всякие день рождения отмечать на пикнике это вот очень большие вот места скопления людей где люди контактируют это первое второе никогда не надо забывать что мы должны продолжать использовать и носить маску это очень важно коллеги в целых того что кроме контактного пути передачи это очень прилипчивый вирус он на поверхность это же воздушно-капельный путь передачи и таким образом мы избегаем лишнего прикосновения к лицу глазам к рту и к носу третье не надо быть контактировать человеком называется это дистанцирование должно быть два метра но если метр восемьдесят друг от друга от человека не надо не надо близко находиться человеком не надо обниматься не надо целоваться и тем более о чем мы говорим не надо поджимать друг другу руки самое главное мыть руки надо и все время использовать антисептики это очень важно выполняя вот эти элементарные правила и если каждый гражданин нашей страны нашего города и нашей земли будет это соблюдать и об этом говорить и это будет проходить ухода мы бы теперь будем жить с этим вирусом пока мы его не поборем это очень важно соблюдать надо беречь себя перед своих родных и близких окружающих я желаю всем крепкого крепкого здоровья но если не дай бог у человека появится вот такая симптоматика как температура высокая потом кашель одышка или что-то там боли в горле и которые усиливаются то немедленно надо поставить в известность обратиться к врачу не выходить из дома семейному врачу под собой следить вот когда мы даже работали и сейчас у меня это уже такая вот привычка я милю температуру своим домочадцам себе утром и вечером и это очень важно если человека что-то чем раньше человек об этом скажет чем об этом он заявит чем раньше он будет доставлен в тяжелое состояние уже и пневмония в стационар то тогда он спасет себя и он будет уже для других не представлять никакой опасности пожалуйста вот и особенно такая болезнь будет протекать тяжело у лиц старшего возраста старше 50 лет у курильщиков да вот кто курить тяжело и тем более у тех лиц у которых есть сопутствующие заболевания про которые мы тоже говорим и не то население этот возраст надо беречь всем желаю крепкого здоровья мы все это победим и потому что мы сильные потому что у нас классные специалисты клиницисты и потому что мы вместе без берген из спасибо большое на этом наша встреча завершается я напомню что мы беседовали с кандидатом медицинских наук доцентом кафедры инфекционных болезней и иммунологии с маил ербал муслиновичем всего доброго до свидания будьте здоровы берегите себя